Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Этика бизнеса». И сегодня ее ведут Василий Богданов и Ирина Фаер. Сегодня у нас в гостях Галина Рахманова, зампредседателя правления благотворительного детского фонда «Виктория» и Татьяна Медюх, член правления и руководитель службы коммуникации и фандрайзинга. Добрый день! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Галина! Здравствуйте, Татьяна! Сегодня поговорим о том, что это за фонд, чем он живет, как дышит, что делает, кому, с кем. Ну и самое главное, кто помогает фонду, кто его жертвователь, потому что у нас канал про бизнес, и я знаю, что у Вас история у фонда интересная, богатая. Ну давайте начнем сначала. Вкратце несколько слов о том, когда Вы созданы, как Вы созданы и с какими проблемами Вы работаете. Кто начнет? Ну давайте я начну, наверное, да, потому что я, наверное, и дольше работаю, чем Татьяна. Фонд создан в 2004 году. То есть в этом году нам 10 лет. Это такой серьезный юбилей. Правда, мы считали, что 5 лет – это тоже юбилей. Ну и действительно для нашей благотворительности это срок. И как вообще, мне кажется, как развивалась наша благотворительность, так и мы развиваемся. Мы в каком-то смысле какое-то зеркало благотворительности. Но фонд создавался семьей Николая Александровича Цветкова, то есть Николая Александровича Цветкова и его семьей. Это тот самый Цветков, который корпорация «Уралсип», банк «Уралсип». Да, но в данном случае это его частная инициатива, именно благотворительная инициатива, как семьи, как граждан России. Да, это частные деньги. И до сих пор Николай Александрович Цветков и его семья являются основными жертвителями для функционирования нашего фонда. Начинали мы, может быть, с того, с чего обычно вообще и начинается благотворительность, детская тема. С ремонта детских учреждений, детских домов, интернатов. То есть это помощь самым несчастным, обездоленным. Ну да. Хотя бы что-то. Особенно если вы говорите 10 лет, то в те времена. Вот сейчас уже более-менее как-то там ситуация более-менее лаживается. Конечно, конечно. Вообще, если вы вспомните, 2004 год – это год Беслана. На самом деле, я думаю, что семья и откликнулась прежде всего на это событие. И 2004 год, если мы посмотрим на сиротскую статистику, мы увидим, что это вообще пик показателей сиротства. После 2004 года немножко статистика нам показывает, в общем, улучшение. А вот 2004 год – это такой вот прям пиковый год. И вот и начали, да, с ремонта детских учреждений вообще. Потому что ситуация вообще в то время особенно была довольно катастрофическая. Особенно там, где, ну, в общем, там, вне Москвы, да, скажем так, вне Москвы, вне крупных городов. Хотя и в крупных городах хватает, потому что мы сами знаете, что… Так, начали с этого, потом стали уже этим заниматься, увидели какие-то другие… Ну, вообще, когда и начинали, уже было понимание у учредителей, у совета директоров, было понимание о том, что надо вообще помогать тому, чтобы дети находили семьи. Те дети, которые жили в детских учреждениях, вот у нас сейчас, представьте, порядка 100 тысяч детей находятся в детских домах и интернатах. И, в общем-то, конечно, ребёнку нужно жить в семье. И уже тогда это было, так сказать, понимание, что надо, чтобы семейные формы устройства, так это называется, развивались. Почему я здесь добавлю, что это не исключает одно другого. С одной стороны, да, нужно, чтобы, если детский дом имеет место быть, конечно, нужно там, чтобы он был хорошо отремонтирован, да, чтобы там были игрушки, инфраструктура, там, да, педагоги, преподаватели. Да, 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 конечно, конечно. Но, конечно, гораздо более глубинное решение проблемы, так уж, если по-честному, чтобы их вообще не было, да? Да, конечно. Поэтому это тоже было понимание, потому что, если мы посмотрим на седьмой год, мы приняли стратегию детского фонда, и там у нас уже все эти цели, которые связаны с профилактикой семейного неблагополучия, семейного именно социального сиротства, вообще заявлены как одним из главных приоритетов. То есть профилактика социального сиротства, чтобы дети не попадали в систему, да, детских домов и интернатов. А если попали, то смогли найти семью. Это примерно в седьмом году вы стали ориентироваться, да? Ну вот, по крайней мере, в седьмом году это было уже очень твердое и ясное намерение было сформулировано, что к пятнадцатому году мы видим свой вклад в то, чтобы число детей, которые попадают в детские учреждения, там, сократилось серьезно. Вот тогда была сформулирована такая повестка у фонда. Но фактически до 2012 года мы очень много времени, много ресурсов действительно направляли все-таки на помощь детям в детских учреждениях. Потому что запрос очень большой, да, очень все равно большой запрос, потому что мы знаем, что, да, социализация детей, которые воспитываются в детских учреждениях, она, в общем, очень тяжела. То есть они, выходя из детских учреждений, очень с трудом приспосабливаются к жизни в нашем обществе. И, конечно, вот, но в 2012 году, к 2012 году уже фактически, вот, наверное, 2012 год, такой, да, Татьяна, поворот в деятельности фонда, когда мы, в общем-то, оценив свои программы, да, потому что у нас в фонде развита такая независимая система оценки, да, то есть не мы только сами оценим, но мы приглашаем экспертизу. Мы поговорим об этом поподробнее, да, потому что это важный вопрос. Оценив свои программы, сделав из этого выводы, да, мы поняли, что, конечно, надо основные ресурсы направлять на профилактику, да, на профилактику того состояния, при котором уже, да, ребенка надо изымать из семьи. Смотрите, Галина, сейчас тогда чуть-чуть приостановимся, значит, потому что, ну, вот в следующей части будем уже говорить более подробно о самой деятельности. А вот есть, я хочу спросить, вот, наверное, Татьяна, а есть какие-то численные показатели, на которые можно опираться? То есть вот сколько там количества охваченных домов, там, семей, детей, вот можете назвать какие-то? Конечно, конечно, есть показатели. Вот, как Галина рассказывала, что в начале нашей деятельности, когда мы занимались детьми в детских домах, мы работали фактически в 45 регионах страны и охватили, это очень много, да, ну, это большая часть России, и охватили, и причем это максимально удаленные от Москвы регионы, там, где ситуация с родством, да, наиболее сложная была. И у нас было порядка 300 учреждений детских и порядка 10 тысяч благополучателей в год. Ничего себе. Это очень большие цифры. Это очень большие цифры. Да, но потом мы поняли, что это была работа, понимаете, как она была массовая, она была, ну, скажем так, она шла по всей стране, но она не была, не была углубленной работой с ребенком. Были отдельные программы по социализации детей. То есть это как бы помощь на базовом уровне? Да, это помощь на базовом уровне. Чтобы было нормальное помещение, кроватка там, я не знаю. Ну, не совсем так. Не совсем так. Были программы еще по социализации, безусловно. Мы учили специалистов. Вы знаете, я думаю, что детский фонд «Виктория» вообще относится к таким фондам, ну, системно работающим. Вообще мы одна из немногих организаций, которые занимаются все-таки вопросами системы. То есть не решение фрагментарного вопроса, а без включения, например, техники. Да, то есть понимание того, что… Это мы тоже решали эти вопросы, но тем не менее… То есть базовый уровень был. Я сказала, что мы именно с него начинали. А потом появились программы социализации. Мы занимались поддержкой детей в детских учреждениях. Начинали мы с закрытия материальных потребностей, это ремонт окон, дверей, решение необходимых вопросов, с поставкой компьютерной техники, игрушек и так далее. Потом мы поняли, что детям нужны не только материальные блага, но им нужно уделять больше внимания в социализации, в адаптации, потому что они выходят из детского дома и остаются один… Не готовы к реальной жизни. И потом повторяют эти вот детдомские модели. Повторяют судьбу своих родителей, они рожают детей, не знают, что с ними делать, потому что они не устроены, они не умеют работать, они не знают, как жить, и детей приносят. Если честно, я даже слышал совсем неприятные истории, что человек выходит, ну его устраивают на работу, помогают ему подыскать, он получает первую зарплату, тут же покупает какой-нибудь гаджет… Или какую-нибудь вкусную еду, и потом весь месяц… Он не знает, что с ними делать, ему никогда не давали деньги, он не знает, как планировать бюджет, он не знает, как налаживать отношения, там что-то еще. А социальные навыки отсутствуют. Получается такое сиротство в квадрате, да? В общем-то, или потомственное сиротство, хроническое сиротство, да. И удалось как-то вот… Смотрите, тут еще вот какой момент. Когда решается проблема, например, материального обеспечения, ее решить относительно легко, там есть известные показатели. Вот, например, нужно, не знаю, 50 кроватей, 3 телевизора, там комплексная кухня, оборудование какое-то. Купил, привезли, поставил, заработала. Цель выполнена, видят это сотрудники фонда, видят жертвователи. Всем все понятно. Когда вы выходите на поле, такое эфемерное, социализация, да, подготовка, работа, длительная, непонятная, который результат измеряется годами и невиден. Совершенно верно, да. Вот как вы смогли перейти на этот уровень задачи? Ну, на самом деле, я думаю, что здесь очень важно, что мы в своей работе все-таки опираемся на научные исследования, на какие-то опыты, который уже есть и у нас, и в других странах. То есть мы все-таки знаем, изучаем это, понимаем, что может сработать, что нет. Ставим долгосрочный, конечно, мы все время говорим, да, Татьяна, о том, что этот долгосрочный результат, что его завтра не случится. Но есть определенные гипотезы и определенные подтверждающие информации, да, из другого опыта, что если мы будем действовать таким образом, этот результат будет достигнут. То есть смотрите, о чем мы говорим, что в случае, если фонд ставит перед собой задачу оказания помощи вот такого уровня, он должен привлекать специалистов, да, высокой квалификации. То есть это, к сожалению, это невозможно решить простым способом. Купил, привез, поставил, да, что может сделать очень, ну, многие люди там, да. И делают многие люди, потому что большинство фондов занимается именно этим. Да, это хорошо. Но когда вы переходите на уровень более глубокий, психологический, социальный, там еще какой-то, там и консалтинг, и сопровождение, какие-то педагоги очень хорошие должны быть там, да. Конечно, конечно, да, конечно. И более того, мы скажем, что сейчас, когда мы перешли к профилактике, сервису, да, это третий, потому что это реально очень сложная ситуация, реально сложные услуги, реально сложные программы. Сейчас давайте подождите, тогда смотрите, вот у нас получается три истории. Одна история, это ребенок в детском доме. Ребенок в детском доме и удовлетворение его материальных потребностей. Вторая история, ребенок в детском доме и удовлетворение, скажем, его социальных. То есть он должен быть готов к взрослой жизни самостоятельно и по возможности стать нормальным членом общества. А третья история, это не допустить попадания ребенка вообще в детский дом. То есть работа с семьей, да? Да, работа с семьей, это самая сложная история и наша настоящая история. Или передать потом ребенка из детского дома все-таки в семью. Это тоже... Это еще одно направление, да. Тогда смотрите, чтобы мы не сумбурно все на свете, давайте тогда несколько слов еще про социализацию, да. Вот в этом направлении уже есть какие-то результаты, потому что, еще раз я повторю, в случае, когда нужно техническую проблему решить, результат виден быстро. Это буквально считанные месяцы, недели, иногда дни. Вот. А здесь, расскажите. Ну, здесь, конечно, тоже видны результаты. У нас, во-первых, несколько таких программ действовало. Некоторые действуют и до сих пор. Одна из них совместная с банком Уралсип, это наш стратегический партнер, Уралсип дает надежду. Там старшеклассники и выпускники школьных учреждений участвуют в программе подготовки к ЕГЭ, к экзаменам, и потом поступают в институты. Из детских домов, да? Из детских домов, обязательно, да. Потому что дети из детских домов очень редко получают высшее образование, уж тем более находят достойную работу. Они поступают в высшие учебные заведения, затем они находят работу. И здесь у нас, конечно, примеров массы. Вот даже в нашем социальном отчете за 2012 год... А вы их сопровождаете, да? Конечно, мы их сопровождаем. Вначале мы помогаем им подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение, за тем, когда они учатся в высшем учебном заведении. Им все равно сложнее, чем обычным домашним студентам, понятно. Мы платим им дополнительные стипендии, мы проводим для них летние выездные школы, мастер-классы и так далее. Но все равно по той же адаптации... Вы им заменяете вот того воспитателя, который, по идее, прекратил уже свое официальное действие, да? А человек сразу попадает в совершенно другую среду, он должен жить в взрослой жизни. Кто ему подскажет? Вот какие-то ваши специальные методисты, да? Или кто там? Совершенно верно. Да, и психологи с ними работают. Смотрите, сейчас остановимся, после небольшого перерыва продолжим уже разговор про эти конкретные программы. Отлично. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Этика бизнеса». Ее ведут Василий Богданов и Ирина Фаер. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Галина Рахманова и Татьяна Медюх из благотворительного детского фонда «Виктория». Еще раз, здравствуйте, друзья. Еще раз. Продолжим. Продолжаем разговор. Да, смотрите, мы в первой части немножко рассказали про самую историю фонда, как он начинался уже практически 10 лет назад. Начался с тех вещей, которые, наверное, в то время были самые важные. То, что все делали, это, прежде всего, материальная база детских домов, детских учреждений. Ну и выяснили, что спустя какое-то время стали переходить на более глубокие, более сложные уровни. Социализация, то есть ребенок выходит из детского дома, абсолютно незнакомая жизнь, и чтобы он не повторил эту модель, с ним нужно очень серьезно, глубоко его сопровождать. И как раз прервались на рекламу, что здесь, какие результаты. Можете как-то их оценить? Потому что они гораздо менее измеримые, наверное, как я предполагаю. Нет, но сейчас их уже можно измерить. Почему же? Потому что программы по социализации действуют, по-моему, с 2007 года в фонде. И к 2012 году уже был результат. Какие-то дети... Да вот хотя бы у нас есть девочка, Валерия Московая, девочка из Таганрогского детского дома номер 5. Сегодня этой девочке 12 лет, и она, участвуя в наших программах поддержки отдаренных детей, раскрылась, стала писать удивительные стихи. Вы можете почитать, посмотреть. Очень взрослые стихи. Есть и ее сестра тоже в этом же детском доме, которая замечательно рисует. И масса-масса других таких примеров, показывающих конкретно, что может сделать с ребенком хорошее, внимательное отношение, учет его индивидуальных потребностей и особенностей, ну и, безусловно, какой-то забор. Вот результаты уже по взрослым, ну как, условно взрослым детям, там, 17-летним, которые вы можете сейчас сказать, что они вписались в нормальную жизнь. Да, конечно. Конечно, вот у нас есть программа, да, «Урал себе дает надежду», которая, собственно говоря, работает с выпускниками детских учреждений, да, чтобы они поступали, ребятам помогаем, чтобы они поступали, готовим их, подтягиваем, да, занимаются с ними репетиторы, преподаватели, чтобы они поступали в высшую учебную заведение. Но там еще встает вопрос, чтобы они остались в этих высших учебнях, чтобы они закончили, чтобы они получили профессию. И сейчас уже такие ребята есть, которые закончили, которые нашли профессию, которые делают совершенно удивительные дела, потому что приходили, вот к нам недавно в фонд выпускники и показывали, какие у них проекты новые в жизни, кто-то занимается там архитекторами, понимаете? Это, кстати, я вот здесь добавлю очень ценное, знаете, что, не столько сам факт того, что человек получает высшее образование, это ценно, но еще пять лет учебы являются для него тем самым промежуточным звеном, переходным во взрослую жизнь, обычной нормальной, да, адаптированной. Да, безусловно. Когда он уже не в детском доме, где все за него решено, он уже решает самостоятельно, но пока еще не на работе и вместе с педагогом, воспитателем, методологом. Конечно. Уже некоторые завели семьи, родили детей. Общаетесь с ними, поддерживаете контакты? Конечно, да. И они сами создают, вы знаете, я так понимаю, что группа ВКонтакте какая-то есть мощная, то есть, на самом деле, представляете, вообще дети... То есть они смогли сами социализироваться уже теперь? Они социальные отношения выстраивают. То есть они включены в эти отношения, они их создают. Понимаете, это самый главный результат. Отлично. Смотрите, программа короткая. Хотим поговорить еще про два момента. Вот вы упомянули в первой части, теперь другая сторона, недопущение, уменьшение вообще в принципе, профилактика. Вот что здесь? Ну, вы знаете, это самое важное и самое нужное на сегодняшний день работа и нашего фонда, и вообще всего общества. Сейчас, извините, если я правильно понимаю, в случае социальной адаптации вы имеете некий контингент, который вы можете физически охватить своими силами, он понятен. А вот там... А в случае с профилактикой... А с кем работать? Как они обращаются к вам? Да, как его определить? Это вот самая такая... Сложная, да, в нашей работе. Ну и что? Вот здесь, как вы решаете задачу? Здесь у нас пока... Мы только начали решать эту задачу, потому что мы, в общем-то, ну, серьезно приступили к ее решению где-то в 2012 году, и... То есть задачи берете по мере нарастания опыта все более сложные, да? Ну да, во-первых, да. То есть есть, конечно, какое-то представление. Понимаете, конечно, вся система заточена совершенно на другое, да? Вся система поддержки детей и семей. Я бы сказала так, что вообще проблема социального сиротства и его профилактики очень во многом связана с тем, что, ну, как мы говорим, есть такая пустыня социальных служб в Российской Федерации, когда нет, да, фактически таких услуг, которые нужны вообще любой семье, потому что любая семья может вообще оказаться в кризисе. И вот на самом деле... Сейчас, 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 чтобы понимать. То есть если ребенок совершил там право нарушения, да, он попадает под надзор, там, я не знаю, как сейчас есть, раньше перед детским комбином, в милиции, там, да, что-нибудь такое. Но это уже немножко поздно, там, да, хорошо бы чуть раньше понимать, что он в проблемной семье, а дальше... Хорошо, социальный работник понимает, у него, возможно, а может быть и нет, это я предполагаю, на учете стоят, ну, как бы, социально неблагополучные семьи. А делать-то что? Вот вообще там что-то есть сейчас? Вот, собственно говоря, об этом и речь, что вся система профилактики основана на том, чтобы как можно раньше увидеть, что назревают проблемы, которые могут привести вот, ну, к тому же, чему не должен вообще, к негативу какому-то совершенно. По идее, хороший школьный учитель уже должен видеть, как ребенок приходит на урок, что у него в семье, уже же видно. Вот, к сожалению, так получилось, что вот школа сейчас не играет такой роли, что она не является этим агентом выявлением, собственно, этого неблагополучия. Так же, как и детские сады. Конечно, отдельные воспитатели, отдельные учителя, они знают, но как система, да, оповещения, там, работы, этого нет. Этого нет. И поэтому, вот, приходят такие организации, понимаете, что государство сейчас очень большое внимание этому уделяет, что, конечно, это сейчас, наверное, самое важное, что это есть на повестке. Мне кажется, просто потеря на годы это восстановить сейчас очень сложно. Но есть все-таки это на повестке, то есть все-таки, по крайней мере, внимание туда пошло, что надо смотреть сюда, в корень проблемы, да, чтобы решать проблему детей. Не надо решать проблему детей, сирот в детских учреждениях будет, если мы будем здесь работать. Конечно. Да, то есть, по крайней мере, политическая воля демонстрируется. Демонстрируется она на законодательном уровне, да, принимаются соответствующие законы. Но специалисты не обучены. Они загружены там, все равно остается то, чем они должны заниматься, специалисты там, ОПЕК, да, у них совершенно другие функции, то есть контрольные, больше контролирующие функции, а здесь нужно совершенно другое, надо работать, надо выявлять, и надо видеть. Здесь я добавлю, что еще и общество, наверное, потому что мы зачастую не знаем, что делать, и не хотим делать, проходим мимо, и, в общем-то, ну, скажите, вы видите или слышите, что в соседней квартире там бьют ребенка, он плачет, что делать, непонятно, да, куда вращаться, Да, кто-то это рассматривает как стукачество, например, да, ну, вообще, у нас вообще психологическая поддержка не входит в медицинский, да, какой-то перечень услуг, как за рубежом. Тут даже дело не в этом, а в том, что, ну, с моей точки зрения, как бы социальные органы настроены на что? Вот они могут ребенка изъять, органы опеки, да, потому что у них, да, и там дальше с ним что-то там передать, да, потому что уже доходит к такой степени, что надо изымать, да, что делать до того, чтобы это не произошло? Надо работать с семьей. потому что любая, даже не очень хорошая семья, все лучше, чем ребенок без семьи. но вот этот вот вопрос такой вот, такой дискуссионный, это очень непростой вопрос, потому что, да, как сохранить, с одной стороны, должна быть безопасность ребенка, его развитие, а с другой стороны, автономия семьи, да, частная вообще жизнь людей, ее тоже надо оберегать. Кстати, если, когда вы работаете с выпускником детского дома, то вы работаете вот с этим человеком, а если семью, и там же еще родители, которые не очень-то рады, что тут кто-то еще влезает, еще как, вы попробуете, да, это же фактически, вы вмешиваетесь в дела, вообще, ну, частную вообще жизнь. Это сложнейшая задача. Это сложнейшая задача. Поэтому, но если мы посмотрим на успешный опыт, как наш, и других, особенно других стран, то есть это все, это вообще все время вот такое вот балансирование и поиск вот каких-то оптимальных решений. И индивидуальные потребности каждой семьи надо видеть как вот целостную систему. Есть такие специальные технологии, которые называются там ведение случая, под семью выделяется команда специалистов. Эта команда специалистов вместе с семьей разрабатывает план выхода из этой ситуации и так далее. Этого нет. Но это дорогостоящие проекты. Это очень дорогостоящие. Это очень индивидуальная и точечная работа. То есть здесь мы уже не можем говорить о том, что мы работаем в 45 регионах. И мы работаем, начинаем пилотные проекты сначала в Москве, а потом масштабируем на Московскую область. То есть это очень, ну, такая поступательная и очень кропотливая работа. И здесь очень важно делиться с обществом всеми подвижками. Вот наработали маленький опыт, обязательно рассказывать, рассказывать, чтобы люди видели, как это можно решать. Да, но по крайней мере, вот мы сейчас, у нас есть такая задача и уже что-то решается, перекладывать это в дистантные какие-то вещи, да, для того, чтобы, по крайней мере, специалистам, которые заняты, рассказывать о нашем опыте. Вот мы это сейчас начинаем делать. Рассказывать педагогам, преподавателям, которые в школе могут лучше выявить, социальным работникам, которые хотят слышать, готовы слушать, учиться. Да, ну, в общем, это такая тема, но эта тема действительно общественная, как вот Татьяна сказала, это, понимаете, это серьезные изменения вообще общественных отношений, чтобы решить вот эту тему, потому что пришлось к сиротству, вообще сиротство, это как квинтэссенция нашего вообще социального неблагополучия, отсутствие тех взаимодействий, которые должны быть в обществе. Это серьезные изменения. Хорошо, смотрите, скажите, вот теперь другой вопрос, с другой стороны. Вот вы работаете с, ну, у вас один, как это называется, жертвователь, да? Значит, долгое время. Раньше у нас был один. Раньше был там, да? Сейчас подробно. Вот ваша деятельность сейчас. Вы начинаете там, ну, работать с другими организациями, с частными лицами, так сказать. И второй вопрос из этого, а общество в виде жертвователей в целом, на что откликается? Жертвователю проще отдать, ну, например, там, там тысячу рублей и понимать, что куплено там пять телевизоров, там, или, не знаю, там, десять кроваток. Или люди готовы вот вкладываться в такие вещи, которые невозможно измерить, там, да, в изменении среды, там, психологии. Вот что вы сейчас видите происходит? Вы знаете, есть понятие импульсной благотворительности, а есть понятие осознанной благотворительности. Конечно, обычный человек, скажем, вот я физическое лицо, я вижу какое-то неблагополучие, ну, условно говоря, сидящего нищего в переходе с ребенком. Автоматически я даю ему деньги, не задумываясь о том, куда пойдут эти деньги. Это импульсная благотворительность. Когда вы не думаете, сделали вы, то есть вам кажется, что вы сделали добро, на самом деле, неизвестно, что сделано. И, конечно, большая часть людей действует, прежде всего, именно поддаваясь этому импульсу. Есть осознанная благотворительность, когда она может быть как частной инициативой частного лица, так и инициативой целых компаний. Осознанная благотворительность, она немножко в другом заключается. Прежде чем перечислить, дать кому-то деньги, может быть, не в переходе, а в социальных сетях всех же. Сейчас куча информации о том, что помогите моего ребенка то-то, то-то, хотя бы проверить, кто собирает деньги, на что собирает деньги, зачем, попадут ли они этому ребенку, или не попадут. Потому что есть уже большое количество фондов, которые решают конкретные проблемы конкретных детей, болеющих детей. В основном, люди все равно дают деньги на решение конкретной проблемы, потому что я дала свои 100 рублей, и я хочу видеть, что они помогли. Вот ребенок, которому сделали операцию, он жив, здоров, все нормально. В нашем фонде решаются большие, серьезные задачи, результат которых не виден может быть сразу по профилактике социального сиротства, по разработке новых технологий. Поэтому мы понимаем, что наш донор это, ну скажем, это крупный донор, это крупные частные лица, или крупные компании. Который, с одной стороны, вас изучил и готов доверять, с другой стороны, готов отдавать деньги в долгую. Потому что он социальными инвестициями занимался, я бы сказала, что он готов инвестировать в решение социальной проблемы. Те люди, которые видят, да, они будут именно проблему. Он понимает, что ему надо менять сайду, потому что его предприятие будет развиваться в новой сайде, его дети будут. Это и есть связка там, да, этики и бизнеса. Ну что, друзья, отличная история, и осталось только в завершении программы что-то пожелать нашим телезрителям или обратиться с каким-то предложением. Прошу. Давайте менять мир к лучшему вместе. Галина. Да, приходите, мы открыты, и мы будем очень рады видеть вас и в качестве добровольцев, и в качестве жертв, и в качестве партнеров. Возможностей очень много, я думаю, что это здорово. Вместе мы сделаем его лучше. Да, точно. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Этик и бизнеса». В гостях у нас сегодня были Галина Рахманнова и Татьяна Медюх, а вели программу Василий Богданов и Ирина Фаер. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok